Всем привет, друзья! Всех рад видеть на канале. Давно не снимал видео. Все дела, дела, какие-то дела. Что за три недели у нас получается здесь успело произойти? Значит, вот этот аквариум из губи зарос наглухо. Здесь я вчера линдернию вот так вот она выросла в кучу и вся перемешалась стала. То есть, произрастать друг на друга, заплетаться я ее выстриг аккуратно и убрал. Получается, выстриг здесь было много. Ругозы, альтернатеры подстриг. То есть, освободил пятачок. Ихинодорус рубра разросся по всему пятаку, как я планировал. Даже пошел туда, куда не надо. Ну, да и ладно. И здесь, смотрю, тоже ползет Элиохарис. Элиохарис выполнил свою роль на 100%. То есть, вообще, весь пятак зарос. Трипортита также пошла углом, как я и хотел. Ну, и лимнофила ароматика, она здесь выросла до самого верха и аж поверху стелиться начала. То есть, как бы, поэтому ее тоже частично выстрел, частично оставил. И заметьте, я не выстригаю весь аквариум полностью. Я делаю это частями, для того, чтобы растения не начали, то есть, выделять слишком большое количество кислоты в воду. И если делать прополку полностью всего аквариума за один раз, это затруднит их дальнейший рост, то есть, в будущем. Поэтому, как бы, рекомендуется подстригать растения. Одну часть, допустим, сегодня, другую часть через недельки-полторы, когда начнут расти подстриженные растения, следующую. И так вот, участками. Гупи здесь у меня в очередной раз месяца полтора или два назад выхватили болячку, большая часть слегла, как обычно. Больше, меньшая часть выжила, выросла и начала свой производ. Поэтому мелкие гупешки здесь уже растут, подрастают. То есть, стандартные, которые здесь у меня, обычные гупешки простенькие плавают. Желуд плодятся вроде бы нормально. К тому времени, вместе с ними подрастает потихоньку и зеленый малахит. То есть, вот они, малышня ихняя плавает. Здесь, вот они, красавицы, девчонки плавают, получается, вместе с гурами здесь, в верхнем аквариуме. Еще они у меня плавают здесь, наверху. Я взял самку, отсадил ее отдельно в тридцатку. И здесь, вот их тут много тоже вместе с гурами. Малышей гурами везде пораскидал. Вот они подрастают. Я выращиваю их здесь отдельно. Они у меня сидят, надо будет здесь порядок навести. И потом я уже буду, получается, когда подрастут, малышню самцов от этого, с самками от того скрещивать, для того, чтобы поддерживать их размер. Вот так вот. Здесь у нас тоже все выросло через чур. Тут я частичку, пятачок выстриг. Остальное пока оставил. Ругоза здесь прет вверх через воду в сухую форму. Ее тоже надо выстригать. Поэтому, как бы, тут без изменений все как было, так и осталось. Аквариум. Здесь несколько петухов плавает. Здесь у меня пингтайл гупли. Запихнул их. Интересное, кстати, наблюдение. Выращивал маленькую тернецу. Я большую часть я сейчас их пересадил туда наверх. А меньше вчера. Меньше осталось здесь. Ну, суть в том, что вот пингтайл, получается, два самца и две девочки, последние, которые привозил, они дали малька. То есть гупешек. Вот они, можно их наблюдать, плавают. Малышня, ихняя. Штучек, наверное, тут 10-15, наверное, одна самка от металла. И тернеция пока маленькая. Малька не трогает. То есть, как бы, они соседствуют вместе, живут нормально. Ну, в будущем-то, конечно, они подрастут, я их уберу, малышню отдельно уберу. И, то есть, как бы, здесь будут вот они множиться у меня. В скалярии пока сверху у меня здесь икры так и не дали сидят, обвыкаются уже месяца полтора или два. Ну, может быть, когда-нибудь чуть попозже все-таки что-нибудь у них получится. Они долго привыкают после переездов. Отдельных самок и самцов малахита, гупи, получается, я отсадил вот сюда. Они у меня здесь сидят. Два самца, получается, осталось. И четыре самки здесь. Вот, самочки уже заряженные плавают. Добрюхата, их уже, по идее, надо отсаживать и получать малька. Тигры уже тоже повырастали. Мальков, которых мы получили. Помните, они выросли. Вот они уже, мальчики с красивыми хвостами плавают. Да и девчонки тоже красивые здесь есть. Вот, получается, вот они. Красавцы. Малинези очень много наплодилось. Они все прибавляют и прибавляют в количестве. Малышни здесь все больше и больше прибывает. Ну, в основном желтые, черно-желтые. Ну, вот смотрю, мальчики маленькие, недавно родились. Сегодня делал подмену воды, чистил фильтры у них в трех аквариумах, получается. Освободил им пятачок, выстрелит тут химиантус. И вот они здесь плодятся и растут. Кормил мотылем сегодня. Очень хорошо они его едят. Прям неплохо на нем плодятся. Здесь у меня, получается, я высадил оставшихся тернецей с гурами из Данио и временно посадил сюда фаурэдов. У меня с ними в прошлый раз ничего не получилось. Они все погибли. Поэтому пришлось заказать заново. И здесь они себя в этот раз прекрасно чувствуют. И самцы, и самки. Хотя до этого я их подсаживал к малинезиям. Видите, как малинезии плавники потрепали самцам. Может быть, меченосцы или не знаю. Но там были только малинезии и меченосцы. И здесь вот они растут с гуранки. Гуранки сидят этих. Ну, сейчас я посмотрю, самочки подразбухнут. Малька уже побольше будет. И к самому, вот прям вот к самому, я сделаю для них отдельный листовичок. И как в том аквариуме, получается, отсажу их отдельно. Я туда отсаживал самку отдельно в этот аквариум. И с вечера я туда добавил 1 мл. А, 1 мл на 10 литров воды. Да, 3 мл. йодинола туда капнул. И утром малек уже был. А самочка себя при этом чувствовала нормально. То есть я, как бы, таким образом немножко ей помог разродиться побыстрее. И самочку отсадил и убрал. Также я вот, думаю, с фулл-редами можно будет поэкспериментировать. Сейчас они поднаберут мою, готовую будут. И можно будет либо подождать, пока она сама разродится, либо вот помочь ей в этом деле немного, чтобы получить потомство от них. Здесь отсадил белых коридорусов. Хочу, чтобы они попробовали мне икорку. В прошлый раз они икор отметали, но они же ее и съели. А в этот раз я вот за ними понаблюдаю, попробую их развести. Может быть, что-нибудь из этого и получится. Тот наш самый аквариум на Сойле компания Эди Эй, получается. Вот у нас вот на сегодня он уже вот такой. Ротала здесь мьян, но, кстати, вот растет. Вообще крупная такая, большая. Здесь она вообще огромная прям растет. Красиво выглядит. Такой крупной, наверное, я еще не видел. В основном она всегда такая бедная, маленькая. А здесь вот нет. Кстати, я так и не делал тесты воды, не замерял, что здесь по жесткости и по карбонатной жесткости вообще. Госсостигма начала расползаться. Ура, ура, наконец-то. Со временем скоро ее будет много. Чувствую, ей надо больше света, чтобы она ползла побыстрее, росла. Читал, что она очень много света любит. Ну, роталы, вот, хра, почему-то все время клонится к дну и пускает корни. Все время ей куда-то надо расползаться. И вот она и сюда, и туда уходит везде. То есть старается занять как можно больше территорию себе. Интересное растение. Вьетнам ротала тоже вот крупноватые, прям листья такие огромные у нее в верхушке. Красивое растение. Хидиотис высадил там в углу, он потихоньку, но он медленно растущий сам по себе. Ну и гиграфила, получается, как же твое название, то есть все время с бальзамиком. Илья Харрис стал расползаться повсюду, потихонечку пошел в рост. Тоже очень радует. Криптокарина Нури, она у меня с подложкой от Геннерли компании, Депонитмикс вот здесь вот нифига не росла, нифига ни в какую. Посадил сюда, процесс пошел. Она воспряла, то есть отлично. Я очень рад. Вот так вот выглядит аквариум с сойлом, друзья, на сегодня. Здесь я освободил, посадил только и хинодорусы, такие простенькие растения. Я подумал, я не буду здесь заморачиваться с почвопокровкой, типа или Ахариса и так далее. Я буду высаживать сюда кустовые растения, так как здесь простой обычный нейронный грунт и подложка под ним от компании Геннерли, поэтому будем сюда садить и хинодорусы, и криптокарины, и пусть они растут вверх, как только могут. То есть там уже будем смотреть на них. Так, аквариум у нас здесь с малинезиями, которые, как я думаю, что пощипали флоридов самцов, и с меченосцами. Здесь у нас получается, малинезия живет черная, белая и желтая. В итоге, что мы получаем? Мы получаем белых мальков, получаем черных, то есть как бы все это дело здесь плодится потихонечку, и получаем, друзья, черно-белых малинезий. Вот такие вот они, пятнистые, разные получаются. У кого-то больше черных крапинок, у кого-то меньше, но в целом черно-белые малинезии имеют место быть. Вот одна, вот вторая. Очень интересно будет на них посмотреть, когда они вырастут, что из-за трассы здесь получится. Вот здесь вот где-то сейчас мы поймаем. Малыша плавает. У некоторых мало точек, то есть на теле как бы они такие прям вот серо-черные, а некоторые прям вот пятнистые, такие интересные малинезии. Посмотрим, что из этого вырастет. То есть, ну, вон малышня черная плавает. И взрослые здесь тоже. То есть, здесь они себя чувствуют комфортно. Так, петухов всех продал, получается, и добавил углекислотные разветвители еще на два аквариума. Теперь их раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще один свободный. Один свободный седьмой, но он пока не занят. Потому что, друзья, я хотел, так как вы будете просматривать, чтобы вы мне посоветовали. Я хочу эту углекислотную седьмую часть добавить вот в следующий аквариум. Мысли у меня, значит, такие. Здесь у меня простенькие растения. Эхи в основном я высаживаю. Один из них, кстати, вымахал вон, наружу вылез, как у меня дома. И пустил ветку, я ее высадил, и вот такой куст вырос. Мраморный какой-то, вот, интересный. Так вот, значит, седьмую установку я хочу запустить либо вот сюда и поставить два прожектора сверху и выращивать здесь большие хинодорусы. Или, или же я хочу его добавить к скаляриям в аквариум 70-х сюда поставить. И так как здесь света нет, но в солнечную погоду очень много солнца попадает вот так вот на вот эту часть аквариума всю. И света здесь дичайше много просто получается. И я думаю, что если здесь солнечный свет, и его дичайше много, и им добавить еще и углекислоты, интересно, как это все разрастется и вымахает. То есть, тут вот я и хотел, чтобы вы в комментариях написали, куда лучше добавить углекислоту. На вот этот эксперимент с солнечным светом или вот здесь поставить прожекторы и сделать его седьмым. И посмотрим, что из этого получится. Ну, а здесь у нас продолжают жить все так же тернецы и данево. Я сюда переместил и барбусы. С них мы получаем малька и выращиваем. И здесь из двух светильников, кстати, сгорел один и остался один. И вот он уже так месяц один освещает аквариум. И знаете, я заметил даже улучшение. Лучше стали выглядеть анубиасы, лучше стали потихонечку, не спеша, расти растения. Ну, здесь еще водный папоротник тайландский сверху разросся вот таким вот образом в плавающем состоянии. И корневища у него вот такие. И я подумал, что именно на переднем плане для этого аквариума вот этого количества света его прям в аккурат достаточно для этого аквариума. Больше здесь и не нужно. Гупи тукседа кои у нас уже подросли. Самки крупнеют. Они уже дают малька. Их много. И, соответственно, здесь этот малек вместе со всеми растет. Поэтому, как бы, осталось теперь их разделить, самцов и самок. И получается сделать отдельные линии. И чтобы поддерживать их размеры. И скрещивать их порознь. Вот такие вот новости с разводни, друзья, на сегодня. Ну, я всех рад бы увидеть на канале. Жду ваши комментарии под видео по поводу седьмого аквариума с СО2 по эксперименту. И будем наблюдать за этим процессом дальше. Ну, я всех рад был видеть. Всем хорошего настроения. Всем пока.